Приветствую вас! Первое, что хотел бы сказать, это то, что любовь для вас это страдание. То есть это вот, знаете как, такая нить, которая проходит сквозь все ваше пистол. То, что любовь для вас неразрывно связана с болью, состраданием, с каким-то негативом может быть. Соответственно, вряд ли вы сами самостоятельно пришли к тому, чтобы видеть, воспринимать любовь именно так, как страдание. Скорее всего, у кого-то вы этому научили. И скорее всего, есть некие, некие ваши представления, которые, ну, например, допускают, которые предполагают, что любовь это страдание. Страдание всегда. Обязательно. Вот. Соответственно, здесь необходимо, вот, от этой позиции отходить. Следующее. Не очень понятно, для чего и почему вы выходили замуж, рождали детей и, соответственно, вообще создавали семью. А если у вас была тяга к тому парню. То есть, вы, получается, своего мужа не любите. Получается, что вы с ним для чего, вы с ним почему, вы с ним чтобы что. То есть, какое у вас отношение к своим чувствам, что вы допускаете возможность, вот, выходить замуж за человека, при этом, как бы, иметь чувство к другому человеку. Вкладывается ощущение, что вы хотели семью, для чего-то, зачем-то вы хотели семью, вот, и, соответственно, вы стремились к своей цели, к своей цели, вот. Семью нужно, эээ, семья не может быть самоцелью Лилия, эээ, семья, это лишь результат вследствие отношений, вот. Поэтому, тут нужно, тоже смотреть, для чего изначально вам была нужна семья, какую, эээ, собственно, цель вы преследовали, эээ, эээ, желая создать семью. Дальше. Значит, эээ, вы спрашиваете, как из этого выбраться? Я так понимаю, имея в виду, эээ, выбраться, эээ, из этой тяги. Эээ, понимаете, какая штука? Эээ, если есть тяга, это не любовь. Тяга, это про определенного рода потребности. Ваши потребности. Тяга, это, эээ, определенного рода ваши желания. Тяга, это, эээ, определенный, такой, период, который у вас не завершён. В данном случае не завершена, вот это вот, эээ, первая любовь. И, можно, эээ, завершить, эээ, этап, по-разному. Эээ, наиболее, значит, очевидными, наиболее очевидными, мне кажется, эээ, следующие три способа. Значит, эээ, завершение гестарта через работу с психотерапевтом, эээ, психологом. Эээ, встреча с мужчиной, реальная встреча с мужчиной, соответственно, разговор с ним, эээ, общение, узнавание его, как человека, и, соответственно, вывод о том, что он совершенно не тот, о ком вы мечтаете, и не тот, кого вы видите. То есть, одно дело, это понимать, другое дело, это видеть наглядно. Третий аспект, это работа с эээ, вашими навязчивыми, эээ, мыслями, мыслями, которые имеют место у вас быть. Вот, эээ, и, соответственно, определение причин этих навязчивых идей, потому что они, навязчивые идеи, эээ, появляются, в данном случае, совершенно, совершенно не случайно. На это есть какие-то свои какие-то причины, вот. То есть, возможно, они, навязчивые идеи, в данном случае, у вас появились, эээ, совершенно не случайно, на это есть свои какие-то причины, вот. То есть, возможно, речь идет о некой неудовлетворенности, не свободе, вот. А, возможно, речь идет о чем-то еще, возможно. Но, эээ, работу проводить можно вот такую. Эээ, немножко настораживает, эээ, лично меня, лично меня настораживает, эээ, тот факт, что вы, говорите про выбраться из этого состояния. То есть, ну, по сути, эээ, по сути, речь идет про то, чтобы подавить, эээ, по сути, речь идет про то, чтобы подавить, эээ, свое желание, подавить эээ, свою тягу. Вот. А, мне не кажется, что это, ээээ, сколько-нибудь хорошая и правильная идея. Эээ, вот. Потому что, эээ, подавляя свои чувства и эмоции, эээ, вы ничего хорошего, эээ, себе не дадите. Эээ, вот вы пытаетесь, эээ, 30 лет, эээ, подавлять, эээ, и вот, собственно говоря, к чему это все приводит, приводит, да? Потому что хочется еще больше. Вот. То есть это, ээээ, к сожалению, к сожалению, это, ээээ, факты, и здесь, ээээ, соответственно, вот, только так можно вам, ээээ, в общем-то говоря, ответить на ваши вопросы. Эээ, первая любовь, это всегда, эээ, идеализация определенного рода, то есть это всегда идеализация, всегда идеализируется, всегда идеализируется что-то, всегда идеализируется кто-то, эээ, вот. Эээ, за идеализацией всегда кроются определенные потребности и определенные желания у человека. Но, вместе с тем, как бы идеализация, это проявление детского состояния. Как правило, после него человек переходит во взрослый. У вас этого не произошло из-за незавершенности, что в принципе понятно. Главная цель именно завершить. Чтобы завершить, нельзя подавлять, нам нужно наоборот раскрывать. На мой, по крайней мере, взгляд. И вот тут я хотел бы у вас спросить следующее. Вот вы говорите, да, как мне из этого выбраться, как мне подавить это? Имеется в виду, совершенно очевидно, что у вас это стяготит. Имеется в виду, совершенно очевидно, что у вас это напрягает. Имеется в виду, что вы считаете это чем-то грязным, чем-то неприятным, чем-то, чем-то, чего, например, быть не должно, вы считаете. Вот. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд. Вы так считаете. Вот. Скажите, пожалуйста, как часто возникает у вас такая позиция и такая идея? Скажите, пожалуйста, как часто вы считаете, что то, что вы хотите, то, что вам нужно, то, что вы нуждаетесь, нужно себе подавлять? Вот. Как часто вы так считаете? Я уверен, что это довольно распространенная ваша позиция. Я уверен, что вы, ну, довольно часто так к себе относитесь. Я уверен, что это не первый раз, не первый раз происходит такая позиция. Не первый раз вы себе что-то запрещаете, а может быть, может быть, так было изначально. То есть, может быть, так было всегда. Может быть, всегда вы себе что-то запрещали. Может, всегда вы чего-то себе не давали. может быть, так было всегда. Если это правда, то с этим опять же нужно работать, да, чтобы вы были более свободны в своих силах, чтобы вы были более свободны в своих выражениях, ну, выражениях желания, например, вот. Не всегда, не всегда это несет, скажем так, позитивную реакцию, да, не всегда это несет плюс, не всегда это вызывает, скажем так, ну, довольство, не всегда это вызывает радость у близких людей, у окручающих людей, к сожалению, потому что, ну, потому что люди, они могут привыкать к тому, допустим, какая вы, какая вы, вот. И если вы изменяетесь, то людям это принять, в принципе, бывает достаточно тяжело. То есть это своего рода такая цена, цена за, ну, цена за проявление своих чувств, вот. И вам необходимо быть к этому готовы, что это, ну, может случиться, такая история может быть, вот. Но для меня выходом, для меня решением вашей проблемы, вот, является, именно, ну, именно данное действие, именно данное действие, именно данное направление, вот. На мой взгляд, так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что это было для вас полезно, я надеюсь, что вы извлекли моего ответа. для себя что-то конструктивное, что-то такое, что можно использовать, так или иначе. Вот. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Что нужно еще вам сказать? Обязательно. Обязательно нужно сказать, что меняться может быть тяжело. Перемены могут быть тяжело. Перемены могут быть тяжелыми. Вот. Но, вам домой нужно определиться, стоит ли оно того, или нет. И готовы ли вы заплатить цену за перемены, или нет. Удачи вам, и всего самого доброго. Удачи вам. Продолжение следует...